Это спорт, это фигурное катание, особенно мужские, короткие произвольные программы, все может быть, но сейчас уже Андрей Мазалев готов, готов завоевать внимание судей, завоевать высокие баллы и, конечно, любовь зрителей. Вот то, о чем ты говорил, лидер выступает последним, зная баллы того, кто катался перед ним. Нравится или не нравится, регламент только таков. Итак, выступление Андрея Мазалева, заключительный соревновательный номер этого турнира. КОНЕЦ 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 Очень интересная борьба, которую навязали друг другу мужчины. Ну а если быть точнее, конечно, здесь борьба была лишь Андрея Мазалева с Дмитрием Алиевым за золото этого турнира. Ну мы говорим, я сейчас делаю акцент на произвольные программы. А вот сейчас интересно, хватит ли Дмитрию Алиеву того, что он сделал? Или не хватит того самого оборота в Риттбергере? Хватит ли Андрею Мазалеву остаться на первой позиции? Или, возможно, вот тот даже двойной луз в конце программы? Или двойной аксель вместо тройного акселя станет преградой на пути к золоту? Да, на первый взгляд, более впечатляюще получилось выступление Дмитрия Алиева в произвольной программе. Но давайте не забывать, что у Андрея Мазалева, во-первых, сам по себе прокат вышел классным. А во-вторых, было 10 баллов преимущества по итогам первого дня. И сейчас вопрос относительно победителя по-прежнему остается открытым. Очень интересная программа у Андрея Мазалева. Ну, 10 баллов – это действительно огромный задел. Но, как мы порой видим, достаточно всего лишь одной сотой, и ты уже на абсолютно другом месте. Да, такое тоже случается. А сейчас мы видим, что, несмотря на неудачу на стартовом четверном, где вместо четырех оборотов на Сальхове у Андрея получилось только два, каскад четверной тулуп с двойным тулупом он исполнил уверенно. Получил за него неплохие надбавки. И дальше, до поры до времени, шел по программе в полном соответствии с запланированным выступлением. Вот тройной аксель очень красивого кораблика заходит всегда на аксель этот спортсмен. И каждый раз сердце замирает. Когда видишь, как Андрей то ли скручивает, то ли не скручивает этот сложнейший прыжок, в каскаде с тройным тулупом получилось. А вот сразу после третьего четверного, который стоит уже во второй части программы, аксель Андрея снова подвел. Вместо трех оборотов получилось только два. И это тоже вопрос относительно того, хватит или не хватит. Вот он, четверной тулуп во второй части уже в бонусной зоне. Просто здорово, с красивым, усложненным выездом, не забывая про хореографию, исполняет Андрей. А вот аксель, аксель лишь два с половиной оборота. Такой на грани, на грани у него, конечно, исполнение. Вот мы видим, как, о чем я говорю, у женщин в основном с ребра. Здесь очень со стопора, прям проезжает, проскакивает нога. Ну вот здесь, ну, двойной всего лишь луц. Да, интригу с медведем мы с вами уже разрешили. А вот интригу с победителем пока только предстоит узнать. Ну, очень интересно. А еще интересно по поводу, кстати, судьбы четверного флипа. Потому что мы помним, и чем зацепил меня Андрей Мазалев, что выполнял и четверной флип, и сальков, и тулуп. Что ждем? Все-таки нет, все-таки второй Андрей Мазалев. Второй он и в произвольной программе. И по сумме Дмитрий Алиев выигрывает второй этап из двух. Причем оба раза делая это прекрасным выступлением в произвольной программе. 281 балл Дмитрий Алиев, 272 Андрей Мазалев.